Иди за руку. Всем добрый день. Спасибо, что пришли. Вижу много новых лиц. Это новые слова. Новые слова. Открывать этого не буду. И секрет подъявить не буду. Мне, как кажется, на территории, может быть, даже не по-метровой области, такого еще не было. Когда подъявить не то, работа милиции за этот период будет повторить форму. Такому, который мы здесь обозначили. Значит, я сознательно, учитывая наши скрывательные проблемы, все, которые в вопросы поступают в ходе встреч с трудовых коллективов, мы понимаем, правда, и осознательно пошел на то, чтобы сюда пригласить. Чтобы сотрудники имени, если вы готовы, в первый ход смерть, непосредственно руководители общественного предприятия, от граждан города услышали те проблемы, которые больше всего тревожат, и именно те проблемы, в причине которых и есть наша с вами ответственность. в предприятиях, в учебных закладах, перед головами ГУК, из которых 55 руководителей, 27 руководителей, 27 руководителей, 17 руководителей, и 17 руководителей. в убийство пенсионеров СОП. 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 И остальное, более активно залучать граждан до охраны гражданского порядка в гражданских местах, в зонах массового скупчения и височинку граждан. «Представники милиції, всі запрошені, дійсно вони дуже приємні, що наші зустрічі стали системними і вони дають свої позитивні наслідки, даже такий непростий тяжкий час, тому що дійсно тільки в ртом, тільки разом можна за рахунок глубокої аналітики знаходити механізми, знаходити можливість для вирішення покращення». В економічній техній. «Тоді жінка, я був, зараз, здати милиція, повністю, Харківська, 15-ти дійсно». «Харківська, 15-ти дійсно». «И розоварюють механізм, як це все працює. Я вам дал місяць лені, вже тижні. До следующих підвитів ми вийде, а віру, дві, 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 дві. Вот на вот эти моменты мне остановить. Пожалуйста. Товарищ полковник, шановне присутствие, за период с 1.01.13.14 по 31.03.14 до единого облику зарегистрированы 2392 заявок и поведомления про криминальные правопорушения для инших водителей. Сознаками криминального правопорушения 576. Я для гостей скажу. К нам поступают в сутки порядка 130 сообщений по линии правопорушений. Много это или мало, я уже скажу. Есть районные отделы в городском управлении, в городе Днепропетровск, в других городах, где я работал, со штатом, ну побольше, конечно, чем у нас районные отделы, до 200, 220 человек, у нас они по доступу, 125 по штату. Но они принимают нагрузки по 90 сообщений в сутки. Станиславович, в вашей части ежемесячной, в нашей группе, в 2-й группе, в прокуратуре, я думаю, тоже, что вы видите, почему вы не скажете. Поэтому я считаю, что конкретный факт охвата не взял. Как раз конкретный. Представьтесь, продолжайте. И вы сами говорили об этом неоднократно. Но я хочу сказать не об этом. У нас больше всех контрольных преступлений происходит в городе. Что такое контрольное преступление, кто не понимает. Они требуют в два раза или в три больше внимания и работы, чем, скажем, обычная актриса. Начальник розыска города, пожалуйста, Юрий Юрьевич Ряб, скажите, хоть одно контрольное преступление в заводском районном отделе остается без внимания районского управления и оказания практической помощи этому правительству? Скажите так. Кринодуху. Нет. Начальник розыска района, где Сорока Америла. Скажите, пожалуйста, вы самостоятельно занимаетесь контрольным преступлением? Не слышу? Нет. Нет. То бишь, это нормальное явление в центре города. Это ваш крест. Несите его, пожалуйста, так, как и я. Как начальник районного отдела Кировского в Днепропетровске, Бабуштинского, каждый своей рукой добровольно писал рапорт. Займон. И 3% рациональной кількости криминальных правопорушений, зарегистрованных до единого реестра на территории обслуги. Завдяки вложительным заходам за три месяца поточного року на территории района зменшилась кількість зарегистрованных грабежей. С 37 до 25, минус 12 або минус 32,4%. Продолжение следует... 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 Юрий Николаевич, я заявляю, что если они сейчас до 12 часов начнутся, я продолжу, пока что в вашем здании продолжу голодовку. До тех пор пока не будет везти, потому что по криминальному проведению, где у Педровки, где открыла Днепровская прокуратура. Где есть все наданные мною доказы по педровке документов в аккредитации ВУЗу с 6.06.2014 года до сих пор не опитана. И он любыми шляхами рвется до влади на 2 срок. Пока тут Віргун и Цимбак прикрывают все проведения, на сегодняшний день, знаю уже весь рог, все місто, студентам заставляют фальсифицировать документы с 1 вересня, заставляют их переписывать все журнали облику. Потому что ректор уже три года, после того, как он получил договоры от Министерства света и науки, он занимается коррупционными схемами, забивает бюджетные места мертвыми душами и стягивает в это выкладчиков и студентов, старост групп. Вы где-то такое видите? Где-то вас не ждали. Нигде никто вас не впустил. Здесь впустили, впустят впредь. И попытаемся с этим разобраться. Вы знаете, мы отношим. Мало другого на это знание. Вы отвечаете. Вы отвечаете. Но я сейчас иду здесь. Я одягаю цю повязку и сиджу в міськом управлении. И вы разбираете. Приводится цего ректора, потому что жодного ставки нема. Это самый цимвол. Я извиняюсь. Приносите оригиналы документов, которые уже переписали Вадим Валерьевич. И вы допустили, что переписали оригиналы этих документов. Вы покрываете. Вы, в міськом управлении Густетниченко, следственный отдел покрывает эти злочины ректора. И допускаем на другий срок. Я отвечал на разданки Тихонкова. Лично я сделал. Как начальник. Значит, первый заместитель. Затемный следствием подразделения города, которому в том числе подчиняется. Мы сегодня же требуем всех временами проважения. Пересмотрим соответственность активной группы. Если Машенька действительно позволяет себе такое оговорить, что комитет Рожанка не концомна. Я думаю, что надо назначить другого следствия. Включим туда опыты сотрудников в борьбе с экономическим преступлением. Посмотрим, что Жорник подписал. Я руководил. Юлия Николаевна непосредственно. Он может разведать и заделать? Начальник следствия. Он может в производстве иметь? Давай читать? Нет, я... Может. Юлия Николаевна. Когда я не жил? Не Марчин, не кто? А я там кто-то поделок, а что вообще? Я знаю, что это не про КРС. Это не так. Вчера мы виновили комитетную инспекцию для побережения злочинности. Вчера на Новосибирске в Кринске было зафиксировано замок предложения. Продолжение бюджетных граждан. Продолжение бюджетных граждан. Абсолютно правильный вопрос только что был у нас. Вопрос по поводу этих работ наверняка инициировала наша мэрия. Этот вопрос логично был в первую очередь. Мы контролируем постфакт. Собираем какие-то материалы, открываем проважение. Вот сидел мэр, которому надо было задать вопрос. Почему это в городе делается? Кто ее туда нанял на эти работы? Абсолютно правильного направления. Сколько вы спасали? После реорганизации полтора года. В службе сколько работали? 15 лет. Это коррекция. Я вас прошу, чтобы мы здесь не устраивали заслушание очередного конкретного факта. Вы услышали? Считайте это, пожалуйста, как заявление. Козырь, где вы есть? Нет. Сегодня до ручки. Я подписываю на гусеничанг гуменника по этому вопросу. Все материалы, которые есть в этой стадии иной, все реанимированы. При решении, соответственно, все. Проинформирование. Производитель миска у нас, за моими заявами, багажное тело, подкрывал комменти 법. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вас могу конкретно поинформировать по адресам, перечень адресов, номера лицензий, номера агентских соглашений. Всю эту информацию я готов передать вам. Я на сегодняшний момент... Слушай, не успокойтесь, это лицензия, это лицензия Липова. Вот, послушайте, есть Министерство финансов, которое выдает эту лицензию, как говорите, Липову. Пожалуйста, вы можете туда обратиться и получить разъяснение по этому поводу. К сожалению, мы, как правоохранительный орган, мы не имеем права препятствовать деятельности организации, которые имеют на данный вид деятельности лицензию. Кроме этого, скажу больше, прокуратуре области, Виталий Николаевич, может, знает, но я все равно, в открытом правоохранителе выполняет доручение следователя, я в мобиле называть не буду, прокуратуре области, нами, предоставил полностью весь пакет документов по озвученному объекту, который сказал Павел Вячеславович, по духу, так? Так точно. Так точно. Я помню, подписал сопроводительный лист, 287 листов, да ладно. Позвонил следователю и сказал, встречайте, по духу, так? Так точно. Так точно. То бишь, следователи в рамках правоохранения, я думаю, нас услышат, Игорь Николаевич, тоже нас услышит, уполномочен в процессуальном порядке обратиться и поставить утро законности и снувания этих лицензий. Я, 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 вы, господи, господи, господи. Все, присаживайся. Но нам, вас народ не понимает. Я, раз, вас существует. Что значит, второе? Второе дело. Так, а решения какие-то есть? Вы можете что-то предложить им, допустим, взамен? Если вот он неправильно делает то-то, 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 допустим, руководство делает не то-то. Что делать? Что вы предлагаете? Как вот организация именно антимаги. Видите, это начальное звено нашей громадской рады. Она начинает уже работать. А потом мы с вами придем к дежурку заводского районного отдела, в тот Занепа. Он сидит, начальник милиции. Вы посмотрите, в тот Занепе. И мы скажем вместе, а что нам делать? Как ее нам отремонтировать? Эту дежурную часть. Я вам говорю, откройте. О, я хочу тоже, чтобы эта громадская рада чего? А потом сесть и сделать мониторинг в автомобиль дежурной части заводского районного отдела. Здесь сидит девочка-следователь, водитель, мальчик и все остальные, которые работают на ней сутки. И как можно одним автомобилем или двумя отработать, оперативно отреагировать? И ответит на вопросы всех тех, которые говорят, вы приезжаете через 3-3 часа. Недавно было такое сообщение. Скрывать не буду. Проведу случайное расследование. Подтвердится по заявлению этого Пытруса. Карла, да? Алабай. Алабай. Все. Подтвердится. Накажу сотрудников Баглиинского района отдела, которые ехали 4 часа назад. Вот. Я за абсолютно, чтобы вы понимали, за прозорость, за прозорость проблем, результатов, недостатков, всего хотим. Будем смотреть на это, будем видеть, пойдем дальше. Не будем видеть. Будем обманывать друг друга, будем толочься. И вот это все, кажется, просто... И еще, наверное, извините. И еще, я не знаю, что мы будем занимать, что это отдела с правом, где герой, для отечественной комиссии. Витя, а как ты думаешь рассчитываться с бандитами? Да. Станиславович, я отвечал вам открыто в проваде, что вы знаете, по поводу гибели гражданина. Вы обращались, обращались в другие депутаты, в рамках этого проваде, мне будет надо бы себе ответить. То, что касается других сторон этого вопроса, я думаю, что на сейчас уже работа проводится. Я не есть. Все. Я говорю откровенно. Кравцов, начальник районного дела, моего подчинения, все спят спокойно. Никто в этом участии не принимал, не покрывал. 100%. Отвечаю на любые вопросы. Не знаю. Я говорю это и готов дать за раз. Следствие. На будущее. 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 Невозможно. Поэтому у меня что в этих не различили, если очевидность, если скрываетесь, если исключение. Люди не верят просто, что и очевидность не будет раскатана. И не заядя. То есть это от этого, от этого, от этого. Я открою свое впечатление, что он снижается. Нет, 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 нет. Я прошу вас. Вы сегодня послушаете насыщение не в форме. Ваши замы. Ваши замы. Не в форме. А я скажу точнее. А для того, чтобы ближе к дологу. Нет. Ближе к дологу. Потому что это первая часть нашего совещания. Первая часть. Сколько у вас гарнизон? Гарнизон по численности. Гарнизон по численности. Ну, с теми проделениями, которые у нас в гарнизоне, которые перепродкованы в области. 860 человек. 860 человек. Вот он, профилактика. Основные улучшения просто невозможно. Я готов ответить на вопрос, где эти 860 человек. Я готов вам просчитать, вот так сказать, сколько их остается. Нет, нет, нет. Вы идете на совещание. Вы уже социальных отслаблены. Вы получите, вы помогли. Вы идете на гражданки, вы можете... Слушайте, 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 слушайте. Больше я гражданки на совещание там, где вас будут приглашать. Как только вы. Как не смеет. Что вы пришли? Теперь, конечно, еще наоборот. Смотрите, какая ситуация. Радио произошла потому, что не реагировали на мелких. Изменение студентов произошло потому, что не их было на поправке. Изменение 18-го февраля было потому, что не было на камерах за люди первые. То есть это все идет на жизнь. И какие события оказывали, например, были уже в нашей стране. Были в 2017 году. Ну, значит, в сайту Барюшка написалось отключение 20 лет. Все прокуратуры по поводу того, что в вашем жилище идет изготовление наркотических средств. Я вас очень прошу, давайте сделаем следующее. Мы уже массу с вами сделали. Уже было подтверждание, ПСК делали. Спасибо всем. Предлагаю, извините, на какой-то период времени поставить веб-карту в вашем жилище. Задокументировать все это. Посадить общественников, пусть они там погодят. И тогда, когда гражданка Седана будет в очередной раз звонить, мы будем видеть, что в этой квартире происходит, дабы уже всей общественности в городе сказать о том, что милиция реагирует правильно, а товарищ Милославский сбытом наркотиков не занимает. Ну, мне так кажется. Принято. Так я принял вас. Я прежу этого. Принято. Прежу этого. Так. Предприемництва. Предприемництва. Да. Директор Центра муниципальных послуг, капитан Мисковой Рады. Уважаемый Роман Александрович, уважаемые присутствующие, с многими в зале здесь мы знакомы, потому что работаем вместе и достаточно давно. Но с тем событием, с которым только что Танислав Иванович вас поздравил, это годовщина. Я хочу отметить, что на этот период, в который мы работаем непосредственно с вами... Не надо. Ну, я хочу сказать, можно... Ты с вами не делай. Хорошо. Так и здесь сейчас. Нет, я... Я глупо обещен, что вот такое совещание будет завтра в Днепропетровске. Он, Валерий, то есть приедет, как рассказывает в управлении, тут меня либо выгонят, либо... Роман Александрович, мы же говорим откровенно, я пришла без доклада, я его не буду засчитывать. Я хочу сказать то, что я хочу сказать. Понятно. Вы мне предоставили слово, поэтому... Почему я называю фамилию, почему я об этом говорю, потому что я констатирую факт, что за этот период времени, в котором мы работаем вместе, ну, действительно, мы можем уже показать наши результаты. Я являюсь начальником управления, которое назвал долгое название у нас. Так вот, мы координируем работу торговых объектов в нашем городе. И, к сожалению, полномочия нашего управления, которое я управляю, оно очень ограничено. И поэтому, когда к нам обращаются с какими-либо вопросами, с жалобами и так далее, то только при нашей совместной с вами работе мы можем добиться какого-либо результата. Так вот, что... Конечно, было же проблеме того. Да, так называлось, но были другие полномочия. И еще я хочу дать такую информацию, потому что очень часто возникает проблема. К нам звонят из милиции в том числе, о том, что инспектор, ну, как бы так не называют, они не совсем понимают. У нас есть в нашем управлении отдел споживчивого рынка, вот так он называется. Вот в этом споживчивом рынке у нас работает пять человек, два из них занимаются захистом прав споживачей. Также у нас на территории города работает инспекция по захисту прав споживачей, но она областного подчинения. У нее достаточно широкие полномочия. Они имеют право на накладание там штрафных санкций, у нас этих полномочий нет. Значит, этим занимаются они, потому что очень часто, к сожалению, в отношении коррупционных, какие есть там ДИИ, почему-то все думают, что это наше управление осуществляет эту деятельность. Вот поэтому не нужно путать вот эти разные... То есть направление вроде бы как одно, защищаем все потребителя, но мы разного назначения. Мы городского управления, а есть инспекция областного подчинения. Спасибо. Да, и еще я как гражданин города могу еще сказать огромное спасибо сегодня все-таки начальнику районного отделения милиции, заместителю Андрею Анатольевичу Финчуку и Игорю Александровичу за то, что я как гражданка обратилась четыре с половиной месяца назад заявлением о том, что у меня был украинен телефон мобильный. И вот за четыре с половиной месяца была проведена разыскная работа. Спасибо огромное за то, что телефон был найден и мне позавчера передан. Я вам выражаю особо благодарность. Спасибо большое. Валерий Анатольевич, можно Вам? Да. Попозже не ДМК, мы возьмем все заказы. Что еще раз? Попозже не ДМК, не интереснейшая задача. И чем не интереснейшее предложение по проспекту Ленина? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok